здравствуйте в эфире проект национального банка по повышению финансовой грамотности финсабад повышение уровня финансовой грамотности это общегосударственная задача которая не может быть решена силами одного лишь участника поэтому мы пытаемся вместе научиться правильно распределять и приумножать свои финансы сегодня в выпуске мы расскажем о процентных ставках как начисляются проценты все о процентных ставках гость в студии часто задаваемые вопросы и ответы как начисляются проценты на ваши деньги какие виды процентных ставок существует обо всем этом рассказывают эксперты национального банка какой банк дает самые выгодные кредиты прежде чем начать поиски специалисты советуют ответить самому себе на два вопроса сколько денег и на какой срок вам действительно нужно и только после тщательной оценки своих потребностей и возможностей следует отправляться в банк и так суммой кредита вы определились на что обратить внимание в кредитном договоре в первую очередь первое и главное это стоимость кредита и условия его погашения вы также имеете право получить полную информацию не только о процентных ставках но я самой финансовой организации на самом деле финансово-кредитные учреждения с лицензии от национального банка ничего не скрывает все прописано в кредитном договоре ваша задача тщательно с ним ознакомиться попросите кредитного эксперта рассчитать стоимость кредита и все платежи по нему и тогда вы увидите его реальную стоимость и учтете все нюансы номинальная ставка на кредитном договоре может быть одна при обслуживании то есть банк может за обслуживание комиссионные включить за обналичивание соответственно она все по в последующем будет отражена в договоре она будет называться эффективной процентной ставкой люди иногда при подборе банков для получения кредита прибегают допустим на пару пунктов ниже то есть если где-то 20 они еще 18 но при обслуживании эффективной процент ставки она может на то и выйти то есть одинаково теперь если вас устроили все предыдущие пункты самое время выбрать способ начисления процентов есть два основных способа исходя из которых финансовые учреждения начисляют проценты первый из них он наиболее распространенный это аннуитетный метод начисления процентов проще говоря когда клиент каждый месяц оплачивает одну и ту же сумму взноса до конца срока кредита а также есть второй способ начисления это дифференцированный способ начисления процентов проще говоря это гибкий или индивидуальный способ начисления чем он отличается при таком способе начисления процентов каждый месяц клиент платит разную сумму и как правило она идет от большей суммы к меньшей суть аннуитетного вида начисления процентов в том что каждый месяц платежи одинаковые но сначала в платеже очень малая часть кредита большая часть взносов уходит на погашение процентов затем с каждым месяцем перевес будет меняться в пользу погашения самого кредита при дифференцированном виде начисления первые платежи всегда дороже последних погашаемая сумма кредита остается неизменной меняется только размер выплат по процентам которые начисляются на остаток суммы после каждого взноса так какой же из способов начисления выбрать это зависит от того какой у вас источник дохода если у вас источник дохода заработная плата то есть у вас стабильная одна и та же сумма доходов вам наверное лучше всего выбрать аннуитетный способ погашения потому что это вам же самим удобно если вы относитесь к категории бизнесменов у которых потоки разные то есть например есть сезон когда доходы выручки больше есть январь февраль когда потоки соответственно ниже там уже можно выбирать гибкий график погашения получается что приемлем любой из этих двух вариантов главное что все детали каждого из видов начисления вам известны и вы понимаете в чем отличие и преимущество каждого из них но самое главное вы знаете куда и на что с выгодой потратить полученный кредит наша постоянная рубрика гость в студии эксперт расскажет нам о том что нужно знать о процентах по кредиту и механизмы по которым банки их начисляют а также какой вид начисляемых процентов лучше всего подходит вам прежде чем обращаться за кредитом нужно тоже изучить и анализировать рынок кредита да поэтому зависит от того какой кредит вам нужен ипотечный потребительский автокредит да нужно сравнивать по процентным ставкам по услугам по комиссиям да по дополнительным каким-то требуем зависит от кредитного продукта строится на аннуитетной основе либо равными долями но при на аннуитетном платеже платеже конечно очень просто допустим фиксируется одна сумма ежемесячно ты ее оплатишь но при аннуитетном платеже в начале большая часть уходит на погашение процентов с этой стороны конечно ты больше переплачиваешь да но когда ты плачешь равными долями переплачиваешь ты меньше но ежемесячная выплата чуть-чуть большая с большой нагрузкой идет потому что с каждым месяцем она будет только уменьшаться вот есть два вида как бы начисление процентов поэтому нужно сравнивать анализировать и выбирать для себя оптимально ну если вы берете кредит под какой-то проект бизнес скажем на проект соответственно ваши доходы от этой деятельности должны быть выше чем стоимость этого кредита чем обслуживание соответственно тогда этот будет проект успешным а когда у вас допустим деятельность будет приносить меньше доходов чем вы будете платить по этому кредиту конечно вы уйдете в минус да ну а процентные ставки в среднем как бы одинаковые по рынку кыргызстана варьируется на 1 2 процента в каждом коммерческом банке в зависимости от условий да сегодня мы попытались рассказать вам о процентах мы надеемся что теперь при кредитовании вы сможете выбрать правильный вид процентной ставки и сможете сэкономить свои средства полную информацию вы сможете найти на сайте нашей программы финсабад . кейджи в интернете или социальных сетях в следующем выпуске мы расскажем вам о залоговых отношениях до скорой встречи